Добро пожаловать на лекцию про Mimikatz и Metaplitter. Мы хотим взломать нашу жертву. Это SingBreeze сервер, на котором работает программа SingBreeze. У нее есть уязвимость. Мы проверяем, что наша жертва работает, живая, и мы идем ее взламывать. Это установлено на Windows 10 на соседней виртуальной машине. Я перехожу в состояние root, run as administrator, получаю права админа и запускаю MSF консуль. У нас бесплатный MetaSploit Framework. Есть Professional, который стоит денег. И мы делаем search на SingBreeze, чтобы найти модуль, с помощью которого мы будем взламывать этот сервер. И вот этот модуль exploit на уязвимость. Мы будем использовать, эксплуатировать уязвимость. SingBreeze. В этой программе есть уязвимость. Мы про это говорили на предыдущих лекциях. Я сейчас не буду повторяться. Show Options. Мы видим все опции, которые надо настроить. Все, что required, мы обязаны задать ему. Например, Rhost и порты. Порт 80, это Web. Мы его уже настроили. И также у нас есть, кроме Rhost, о котором мы сейчас дадим еще Payload. Что мы делаем после того, как мы взламываем? Мы запускаем там программу MetaPreter. Это такой умный CMD, можно сказать. Мы обо всем уже говорили на предыдущих лекциях. Сейчас я хочу сосредоточиться именно на Mimikatz и именно на том, что мы забираем пароли с хаши, с взломанной системы. То есть у нашей жертвы мы хотим забрать все хаши, всех пользователей, все пароли. Так, я задал все required поля, все требуемые обязательные поля. Все, что required есть, заполнено. И можно сделать Run. И чего-то у нас не работает exploit. Интересно, почему. Я думаю, что просто сервис упал. Видите, он упал. Или IP поменялся. Нет, IP 147. А, видите, Play. Надо нажать. Не работал. Наша жертва почему-то не работала. Так, давайте сделаем еще раз Run. И надо немножко подождать. Что-то она опять не работает. ResetByPeer. То есть тот компьютер что-то обнуляет connection. Что, опять упал. Видите, колонка статуса не работает и значок Play работает. Я не знаю, что с этим компьютером. Я ему сделаю restart. Я его перезагружу. Я вижу, что он и на мой restart тоже не реагирует, на мою перезагрузку. Давайте сделаем еще раз restart. И если это тоже не поможет, пойдем на Power и Reset. Из электричества вытащим его провод и включим заново. Так, попытка номер три. Run. Кстати, я там не должен логиниться. Все. У нас все работает. Видите, metrapreter session1 opened. То есть у нас есть сессия. И мы внутри metrapreter. То есть мы внутри этого умного cmd. И мы видим, что наша последняя команда это что-то, что связано с privilege. То есть help нам показывает, какие команды доступны. Мы хотим забрать все хаши с этой системы. Мы делаем load kiwi. Команда load kiwi загружает плагин Mimikatz. Видите, extension. Такой плагин, добавку к metrapreter. Мы его расширяем, его функционал. Загружаем в память прибамбас, добавку, плагин. Это программа Mimikatz. Но она 80x86 Windows. Видите? То есть 32-битная. И здесь написано, ты загрузил 32-битный kiwi на 64-битную архитектуру. То есть на 64-битный компьютер. И поэтому у нас ничего не получится. Команды в help загрузились. То есть модуль загрузился. Видите, мы видим через help, что модуль подгрузился и help добавил разные новые команды. Но команда ntlm-credentials, dump на ntlm-credentials, вот эта вот команда credmsv, она как бы работает, но никаких результатов нам не дает. Почему? Потому что мы в 32-битном процессе. Мы сидим внутри 32-битной программы в памяти, а компьютер 64-битный. Давайте посмотрим, где мы сидим. Мы запускаем команду getProcessID. Видим, что мы процесс 2812, 2812. Команда ps покажет мне все процессы, которые бегут в памяти. Это как таск-менеджер на том компьютере. Я вижу 2812. Это и есть наш ThinkBreeze. Ну правильно, мы же через него взломались. Но он x86, он 32-битный. И в этом наша вся проблема. То есть мы сидим внутри 32-битной программы и не можем из-за этого вытащить хаши всех пользователей. Очень грустно, но мы можем это решить. Как мы это решаем? Мы переходим на другой процесс. Мы мигрируем. Кстати, вы видите здесь колонка processID, а это parent processID. Parent это кто меня запустил. Например, процесс 92-й запустила программа номер 4. Понятно? То есть у нас у каждой программы есть папочка, которая ее запускает. Какая программа кого запустила? Это так можно отследить дерево, кто кого запускал. Все начинается с нуля и потом идет дальше. Например, вот эту программу 320 запустила программа номер 4. GetPID я вижу, что я сижу внутри 2812. И это 32-битная программа. Но пользователей, но мой пользователь, но мой пользователь это System. Это самый мощный пользователь. То есть у меня нет проблемы с правами доступа. У меня проблема только с архитектурой. Что она 32-битная. Я делаю PS. Опять посмотрю на все процессы. Только отфильтрую один самый важный процесс, который мне нужен. Winlogon. Этот Winlogon ответственный за логин Windows. И поэтому он всегда будет в правильной архитектуре 64-битной. И этот Winlogon также ответственный за пользователя System. То есть у меня есть и права System, и 64-битная система, архитектура. То есть я получаю то, что мне надо. И этот Winlogon, он всегда будет с правами System, потому что он ответственный за логин Windows. Это вот это вот первое окошко, в котором вы пишете имя и пароли. Это вот эта вот программа Winlogon. Так, мы смотрим, что мы сейчас 2812 процесс. Делаем Migrate. Переходим внутри памяти в другой процесс. У меня есть такое право, потому что мой пользователь это System, и у него есть очень много прав. Я перешел в память другого процесса.